Кто кого выбирает, мужчина женщина или женщина мужчина? Что делает женщина, когда она выбрала мужчину и всем сердцем хочет ему служить? То есть хочет его заставить, чтобы он реализовал свою миссию. Ну, ничего только не придумает, чтобы замуж выйти. То есть она выбрала мужчину, он ее не выбирает. А она очень возвышенные чувства имеет к нему. Самое интересное, что она не выбрала старика какого-нибудь, а молодого парня красивого. И к нему испытывает очень возвышенные чувства. Красивому, хорошему, такому парню. Возвышенные чувства. Не эгоистичные совсем. И вообще она вот не хочет даже замуж за него. Она хочет, чтобы он просто был счастлив. Или нет? Или она хочет сама наслаждаться им. Но если ты хочешь наслаждаться кем-то, тогда честно скажи об этом. Зачем саму себя обманывать? Женщина не может выбрать мужчину. Потому что женщина должна знать, что ей выбирает мужчину Бог. Поэтому разумная женщина, она всегда закидывает удочку. Она стройка глазки, как бы. Идет себя хорошо рядом с мужчиной. Делает очень красивый вид. Отличила для того, чтобы кто-то выбрался. Потом она уже смотрит. По факту. Какой улов. Если рыбки маленькие, значит ждем дальше. Если большая попалась, значит знакомимся. Вернее, даем возможность с собой познакомить. Возможность даем. Все. Такое поведение. Если сердце кому-то привязалось, а он на тебя не смотрит, не обращает внимание, это жадность женская. Это жадность. Это как бы рыбка тебе не по зубам, но ты как бы хочешь ее поймать, мечтаешь. Означает, что можно вообще замуж не быть. Вообще остаться одной. Я знаю много таких женщин, которые вот так вот мечтают о ком-то. И можно промечтать всю жизнь вообще. Это означает жадность просто и непрактичность для женщины вообще. Непрактичное мышление. Поэтому лучше не привязываться никому. Как бы глазки строить, но не привязываться. Сами пусть привязываются кому надо. Судьба отдаст человека, который тебе положен по судьбе. Все. Вот и смотри. Если несколько лет подряд попадаются вот только вот такие рыбки, а выше не попадаются, скорее всего, значит, тебе выше и не положено по судьбе. Думай. Потому что можно вообще одной остаться. Женщина ведь, знаете, она, женщина как, она на себя смотрит в зеркало. Господи. Какая я красивая. Неужели я какому-то дураку достанусь? Потому что у женщины все самые хорошие качества наружу, а самые плохие внутри. Она ничего плохого о себе вообще не знает. Она удивляет, а как это я с мужем себя веду вообще? Я такая хорошая, что это, наверное, он так меня провоцирует. А я хорошая вообще. Женщине очень сложно понять, что у нее есть недостатки. Любой женщине очень сложно. И это хорошо. Поэтому она и красивой кажется, что она любит все недостатков королевы красоты. Поэтому это так природа устроила, что к мужчине думал... И она согласна с этим, да? Согласна. Вот. Вот так бывает. И поэтому это хорошо, это неплохо. Но несмотря на то, на это, что так вот, женщина должна знать, что ее как понимание, кто должен стать ее мужем, мягко говоря, несколько завышено. Это мягко говоря, понимаете? Несколько завышено. Потом, когда она как бы видит, кто по факту как бы попался, она думает, что-то как-то мелковато. А вот так вот, как есть, мои хорошие. Не жадничайте. Можно вообще остаться одной на всю жизнь. Вопрос про изнасилование. Достаточно ли глупоко осознавать, что это произошло в жизни из-за того, что я в прошлых рождениях совершил подобные поступки? Очень раскаиваюсь в этом. Ситуация тяжелая, но, может быть, она дана для осознания какого-то еще опыта, кроме своей прошлой вины. Несомненно, здесь прошлое вина. Несомненно. Есть еще одна причина для женщин, которые должны знать эту причину обязательно. Нежелательное общение называется. Я знаю только один пример в жизни, когда женщина никакого нежелательного общения не имела. Три раза ее изнасиловали, просто она шла домой, ее тащили и изнасиловали. Буквально один раз среди белого дня. Просто затащили и изнасиловали, и отпустили. Три раза у них в жизни так было. Разные люди, в разной игре. Видно, сильно как бы покармлив получила вот такое вот испытание. Вот. А в основном женщины приходят на праздники, на которых немножечко выпивают, выпивают. Означают духи входят в сознание мужчины. Дух входит в сознание мужчины. И потом женщины насилуют на этих праздниках. После этих праздников кругу друзей чаще всего насилуют женщин, девушек молодых. Заставляют их заниматься сексом силой. Иногда они соглашаются, иногда нет. Их насилуют уже. Соглашаются, это то же самое изнасилование, только согласен уже. И то, и другое это изнасилуют. Прежде всего женщины соглашаются, потому что женская природа отдаваться мужчине, она склонна отдаваться. Поэтому беды говорят, женщина не должна ходить на такие праздники. Просто не должна ходить на них и все. Это не те места, где надо общаться воспитанной девушке молодой. Она не должна ходить на день рождения, на которых употребляют спиртное. И в которые проходят без взрослых, то только в кругу молодых людей. Там может произойти все, что угодно. Она не может контролировать ситуацию. Потом ни одна женщина не может контролировать ситуацию. Больше того, если женщина остается наедине с чужим мужчиной в вечернее время, она тоже не может контролировать ситуацию, даже если он разумный, интеллигентный, порядочный человек. Она не может контролировать ситуацию и не может себе гарантировать, что она не вяжет в этот день с ним в постели. Никаких гарантий в этом нет. Особенно, если есть чуть-чуть спиртного хотя бы. Этого достаточно. И это очень неблагоприятно для женщины, потому что потом, если она, допустим, не замужем, он не женат, она теряет этого человека фактически в отношениях, потому что он становится от нее потом независимым. Она становится сильно зависим от него, он становится сильно независим. В результате она не может дальше с ним создать семью. Она не может всего притягивать, как раньше, к себе. Все, ее возможность дальше двигаться к семейной жизни, к личной, с ним законченной. Или почти законченной. Эту медик советуют женщинам как можно дальше держаться от мужчин, которые пытаются скроить с ним отношения. Это очень опасно. Для личной жизни, для судьбы, для чистых отношений и так далее. Для всего очень опасно. Потом надо знать такую вещь, что после близких отношений люди уже не могут узнавать друг друга. У них нет такой возможности, потому что вступают в силу очень сильные нижние энергии. То есть люди просто как животные друг с другом ведут и все себя. То есть они даже встречаются только для секса. Они даже толком не разговаривают друг с другом после этого. То есть их дальнейшие встречи идут на истощение вот этой половой энергии. Они встречаются до тех пор, пока им не надоест это делать. А потом уже, естественно, семьи уже быть не можно. То есть в сторону развития семьи отношения в этом случае не продвигаются. Потому что семья – это не там, не там, а здесь. Семья в сердце создается с помощью общения. Поэтому женщина должна сначала держать на дистанции человека и разговаривать с ними. В процессе беседы создаются близкие отношения, сердечные, а не в процессе половой жизни, как некоторые думают. Понятная ситуация тема нет. Надо объяснять это молодым людям. Девчонки будут это понимать. У них сердце лежит к знанию. Они хотят организовать правильно свою личную жизнь. Как вызвать у мужчины желание ухаживать, заботиться и радовать свою женщину. Изначальный вопрос поставлен неправильным. Потому что мужчина будет ухаживать, заботиться за тобой и радовать тебя только в том случае, если ты это заслужил по судьбе. Бывают периоды, когда вообще мужчина не радует, не ухаживает, не заботится. Даже если ты делаешь что-то для него правильно, по судьбе, если тебе не положено какой-то период, чтобы за тобой ухаживали, ухаживать не будут, ты надо просто это терпеть. Если человек живет для того, чтобы за ним ухаживали в личной жизни, то никакого счастья вообще не будет, потому что будут одни скандалы. Женщина должна вести себя сама правильно и даже не помышлять о том, чтобы получить что-то назад. Это должно происходить естественным образом, как награда. Смотрите, два варианта ухаживания. Вы просите ухаживать, и человек ухаживает, или он ухаживает, потому что у него самого появилось такое желание? В чем разницу? Чувствуете, нет? Улыбайся, 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 нежно, нежно. Говорим ласково. Любовь никогда по заказу не возникает. Это вещь бесколесная и приходит как награда в жизни к человеку, как награда. Пытайтесь это понять. Женский эгоизм – это тоже эгоизм. Хоть он такой нежный, ласковый женский эгоизм. Такой скрытый, кажется, что это не эгоизм вообще. Но это точно такой же эгоизм. Он просто больше афоритизированный. Его тоньше узнать. Но он такой же эгоизм, как и мужской, разницы никакой нет. То же самое. Мужской более грубый эгоизм, женский более тонченный. Но это то же самое. Одно и то же. Поэтому не думайте, что женский эгоизм лучше, чем мужской. Это одинаково все. Влюблен в женатую женщину уже больше года. Она отвечает за именностью. Что делать? Пытаюсь, молюсь, пытаюсь ограничивать наши отношения. Внутри все болит. Что значит ограничивать отношения? Их надо рубить, такие отношения, не ограничивать. Я как бы режу ее не сильно. Что делать? Я чуть-чуть ее подрезаю понемножку. Ну как бы молюсь. Нож входит все больше ей в сердце. И разрушаю я ее жизнь все больше, Олег Геннадьевич. Ну молюсь, что надо делать с ней. Она тоже не против. Есть, понимаете, есть несколько способов залезать. Можно залезать человека, а можно залезать его судьбу. Вот часто, когда режут судьбу человека, ему не больно, а приятно от этого. Когда режут тело, то это не всегда неприятно. Но когда режут судьбу, очень приятно бывает. Вот эти веды объясняют, что влюбленность это всегда эгоизм. Вот эта влюбленность, к которой мы так верим, это всегда эгоизм. Но она поощряется, когда создается семья. Этот эгоизм поощряется, когда создается семья. Но когда семья создана, влюбленность должно быть правилом плохого тона. Никаких красивых, вот допустим, мужчина тебе такой нравится пожелать. Вот такой тип мужчины. Ты с ним создалась таким типом семью. До свидания. Все остальные мужчины такого типа, это враги уже. Они разрушают жизнь. На них нельзя смотреть. Нельзя с ними общаться. Нельзя строить отношения. Это уже смерть твоей судьбы ходит, воплощенная в виде этих людей. Смерть твоей судьбы ходит. Что делает Олег Геннадьевич? Рубить отношения. Что делать? Но бывают же какие-то случаи крайние, когда любовь возникает. Нет, это не масса. Это не любовь, это влюбленность. Это не любовь, моя хорошая. Это влюбленность. Любовь, знаете, что такое? Вот когда я хочу вам служить, и мне от вас ничего не надо. Это любовь. Это любовь. Она имеет духовную природу. Понимаете? Вот то, что вы говорите, это сексуальная энергия. Это означает влюбленность. Настоящая любовь – это деятельность души, а не деятельность половых центров. Попытайтесь это понять. Она не имеет разницы в настоящей любви. Что я люблю пожилую женщину, что молодую. Понимаете? Это одно и то же. Настоящая любовь имеет чистую, бескорыстную природу. Влюбленность всегда колесную природу имеет, поэтому ее надо рассматривать только в этих рамках, в жестких рамках нравственного закона. И чем сильнее чувство, тем жестче должны быть рамки, понимаете? Чтобы ограничить это чувство. Эти рамки должно общество выставлять. Это оно должно людям говорить. Так нельзя делать никогда. Потому что если запрет поставить полный, все равно люди будут пытаться хотя бы чуть-чуть нарушить этот закон. Понятно, нет? Идея. Понятно, Олег Иванович, понятно. Но вы, Олег Иванович, просто не врубаетесь в жизни. Так все понятно. Человек должен сражаться за свою жизнь. Смотрите, что такое любовь. Есть дети, есть муж. Это любовь. А человек, который вызвал у тебя сильное чувство, это змея, которая ужалила тебя. Это говорят, виды. Понимай слова. Человек, который с помощью гармонии, которая тебе не нужна уже в жизни, должен усиливать ту гармонию, которая уже создана. Там твои отношения, там твой труд. Сначала там есть страсть, потом она проходит. Начинается труд над отношением. Там формируется любовь. Что такое любовь? Сначала способность терпеть близкого человека, потом уважать, потом быть верным, потом быть искренним. Медленно, но верно, годами создаются такие отношения. Это называется любовь. А вот это сильное чувство, которое возникает к человеку, это не любовь. Это возникновение или трансформированная любовь, трансформированная с помощью эгоизма. И эта любовь сжалит разум человека. Он теряет трезвость, понимание, кто такие его дети. Его уже дети не интересуют. Ему неинтересно понимание, что будет с детьми, если я буду эти отношения строить. Ему неинтересно знать, что будет с мужем, что с родственниками будет. Ему интересно только наслаждаться. Это не любовь, понимаете? Это змея, ушалившая судьбу человека. А? Что? Дети уже сто раз выросли. Уже внуки и все прочее. Если вы не хотите слушать, я вам не помогу. Я знаю вашу ситуацию, чувствую, но я вам не смогу помочь. Три девятки машины, надо убрать машину, образовался затор. Субару, черная там пробка из-за этой машины. Уберите, пожалуйста, чья это машина? Машину надо убрать, иначе будет затор. Нет, там уже есть, там уже пробка. Поэтому уберите, пожалуйста. А если вот все в семейных отношениях хорошо, но потом у женщины меняются фигуры, например, в худшие стороны, мужчина начинает делать замечания и перестает ее любить за это? Ну, похудейте тогда, похудейте. А если у женщины нет возможности похудеть? Как на эти возможности? Есть возможность всегда похудеть? Ради мужа возьмите. Нужно худеть, да? Ну, нужно, наверное, тяжело. А как же тогда любовь? А какая любовь? О чем вы говорите? Какая любовь вообще? Любовь — это очень высокое чувство, которое достигается серьезными отношениями, годами она формируется. Вы просто не понимаете, что такое любовь, понимаете? Поэтому не задайте эти вопросы. Любовь, изучайте, что такое любовь. У меня есть много лекций на эту тему. Изучайте, что такое любовь. То, что вы думаете, это любовь, это не любовь. Настоящая любовь ему имеет другую природу. Понимаете? Если вы считаете, что вас мужу настоящей любовью, то вы ошибаетесь. У вас такая же точно. Он одного просит, вы другой просите. Но это то же самое все. Понимаете? Почему-то у вас все вопросы про любовь. Ни одно вопрос про предназначение человека. Куда пришли? Ники лекции. Когда мне было 10 лет, моя мама бросила нашу семью. Может, мне не отвечает мне сегодня? Видите, вы не то пишете. Не то пишете, мои хорошие. Не то пишете, понимаете? Писать надо по теме. Ваш вопрос по теме, пожалуйста, если есть. Ваш вопрос. Вот вы сказали, есть ваш вопрос, да? У меня по теме. Ну вот сейчас девушка спросит. Если моя работа связана с творчеством и связана, ну, в моем, по крайней мере, понимании, с определенным служением людям. У меня это очень хорошо идет, это работа. То есть мне, не знаю, с каждым месяцем все больше и больше. Соответственно, я женщина, я начинаю строить семья, женские обязанности исполняют. Вопрос. Я передам, я вам обслуживаю. С одной стороны, творчество и служение людям, а с другой стороны, женские обязанности, моя семья, мой ребенок и муж. У нас есть семья, ребенок? Вопрос такой, если мне нравится работа, она связана с творчеством, я хочу в ней развиваться, но у меня семья, ребенок, муж, куда мне, как бы, отдавать свои приоритеты? В работу или в семью? Конечно, в семью. Можно тогда еще один? То есть мне нужно включать за отказы людям, которые ко мне приходят? Как мне тогда это делать? Нет, зачем отказы? Не надо отказы. Понимаете, что это приоритеты? Это ваша душа. У вас сейчас преобладает правое полушарие на древне. Это означает, с мужем строятся холодноватые отношения, такие, прохладные немножко. Дети вас беспокоят. Не приносят вам счастье, а беспокоят. Мешают вам погружаться в вашу работу. Это означает разрушение судьбы для вас. Это не значит, что ваше творчество – это плохо. Просто ваше понимание, что такое творчество, неправильно. Творчество женщины идет внутри семьи сначала, а потом уже на работе. Вы не развили свое творчество внутри семьи. Знаете, в чем причина? Вот смотрите, сейчас я вам пройду пример. Вот если, допустим, что-то тяжелое у меня в жизни есть, но нужное, да, тяжелое, допустим, мне надо перелопатить там вот много чего. А здесь, допустим, очень приятное, но ненужное. Не такое нужное в жизни. Тоже нужное, но не такое сильно нужное. Что человек обычно выбирает делать? Приятное, но ненужное. И вот в этом заключается ошибка. Все. Вот на эту ошибку вы попались. У вас есть трудности определенные в личной жизни, и вы отвлекаетесь от них с помощью вашей работы. Все. А надо идти в трудности. И это делается с помощью молитвы. Сначала надо внутри пробить эти трудности молитвой, а потом уже они пойдут пробиваться снаружи. Понимаете? Видите, она поняла. Вот это уже практичный вопрос. Ну, ваш. Это не ипотемий вопрос. Следующий вопрос. Да? Можно? Да. Как понять, к какой категории относишься? Вы не сможете понять, к какой вы к категории относитесь. По той причине, что вы не раздрелись как мужчина. Вам надо сначала работать над собой серьезно. Понимаете? Работать над собой. И стать зрелым человеком. Зрелым, сильным человеком. А потом вы поймете, что для вас лучше всего быть руководителем. Ну, вот я вам это сказал, но это ничего не меняет в вашей жизни сейчас. Потому что вы не можете быть руководителем. У вас для этого нет внутренней силы. Понимаете? Никто у вас слушаться не будет. Понимаете? Насколько важно учиться не думать о женщинах, а думать о развитии себя как личности для мужчин. Спасибо вам за хороший вопрос. Мне уже нравится. У нас лекция стала более... Еще одно слово. Ну? Вот скажите, пожалуйста, а в чем по-вашему, какой смысл жизни? Немножко не по теме. Мы позже будем об этом говорить. Ну? Тем более, что ваш вопрос задан немножко с таким, знаете... Ну, типа Олег Геннадьевич. Предназначение человека при чем тут? Не по этой теме. Дальше. А как это значит матерям-одиночкам, которые приходят в своей работе? Спасибо вам за вопрос. Очень хороший вопрос. Он по теме. Как делать... Как же быть матерям-одиночкам, которые приходят работать, а не могут как бы... Понимаете? Вот смотрите, называется трудности судьбы. Это означает тяжелый период жизни. В этот период жизни самое главное это молитва. Понимаете? Самое главное это молитва. Человек должен организовать внутреннюю жизнь. Внутренняя жизнь направленная на отношения со святостью, с святым человеком. Когда человек так живет, внутреннюю жизнь организует, то на него спускается милость. В чем заключается милость для женщины, которая одна? Понятно в чем. Она получает возможность правильных отношений. Но также она получает знания о том, что она не просто так одна. Есть причина. Это ее жестокость в прошлых отношениях. Она должна сначала раскаяться в этой жестокости. А потом придет уже милость. Видите, поэтому всегда, когда трудный период, нужна молитва. Потому что молитва дает знание, что делает жизнь. Просить не надо ни о чем. Надо просто молиться. И отношения со святым человеком устанавливать. Надо ему служить. Выполнять его наставление. Думать о нем. Молиться ему. Молиться словами. Словами. Да, словами. Нет, лучше молитвой. Вот именно той веры христианской. Да, если святой человек христиан, его верой. Если у вас надо еще веру выбрать, это важно. Если нет веры, молитесь как можете. Можете просто, я желаю всем счастья, повторять для начала. И ставить себе в эту руку. Да. Он поймет. А? Муж против духовной практики бывает только в одном случае. Когда жена свою духовную практику противопоставляет мужу. Это значит, что она его не уважает мужем. И делает все, что она делает. Самостоятельно, независимо от него. Результат такой деятельности всегда один. Мужчина бунтует против всего, что исходит от женщины. И все. И правильно делает. Потому что такая духовная практика обычно ее приводит к духовному наставнику определенного типа. Духовному наставнику в кавычках. Который чувствует, что она не защищена мужем. И начинает с ней устраивать близкие отношения. Я не буду отвечать ни на какие религиозные вопросы. Соприкасаться или прикасаться? А, то есть вы подстригаете женщин. Хотите, чтобы я вас научил, да? Это очень хороший вопрос. Спасибо вам. Относитесь к женщине как к матери. Любой. Или как к дочери. Понимаете? Как только вы относитесь к ней как к матери, ее вот эта магическая сила, влияние на вас, сразу же испаряется. Сразу же испаряется. Вспоминайте свою мать и сравнивайте с ней, с этим человеком. Что-то вам как мать. Если сильно младше, как дочь, значит. Вот вспомните сейчас какую-нибудь девушку, которая вам нравится. Ну, привлекательная. Вспомнили? Вот сейчас мысленно поклантись ей. Вспомните свою мать. Что она вам как мать, этот человек. Видите, чувство поменялось. Почувствую это, нет? Почувствую. Это ведический принцип. Такой дается совет всем. Таким образом себя вести. Женщинам надо относиться к женщинам. Нормально? Нет, нет, в сожалению. Мужчинам надо относиться как к чужому человеку. К чужому. Женщина должна чувствовать, что это чужой мужчина, а не мой. Когда она чувствует, что он чужой, сразу же все проблемы решаются. Если она привлекается им, это означает, что она близкие отношения строить хочет. Всегда женщина, когда мужчина привлекается к мужчиной, она всегда близко пытается с ним общаться. Женщина с чужим мужчиной близко общаться нигде не должна. Ни на работе, ни дома, нигде. Эта тема закрыта. Про предназначение человека, скажем. Вот сзади, молодой человек. Если отхода защищать своих близких, означает ли это, что это предназначение? Или это просто долг как мужчина? В вашем случае это предназначение. Если хочется защищать близких, предназначение или это долг просто мужчины? Сейчас бывает и так, и так. Но в его случае это природа. То есть природа быть руководителем, то есть действовать в таких структурах власти, как-то быть. Это ваша природа. Вопрос о руководителях. Другие люди с другим предназначением, у них где-то говорят что-нибудь о том, могут ли они считать других людей врагами. То есть вот произошла ситуация, когда лучшие друзья стали врагами. Могут считать, могут, 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 могут. Как вот в этом случае сражаться? Сражаться. Каким образом? То есть если я летаю, да, как воин, по предназначению, то каким образом я могу с этой... Женщина как сражается? Через мужчину? Муж должен не являться моим воином. То есть каким образом с ним общаться с тем человеком, который его считает врагом? Вашему мужу? Да. Помоляться? Защитные молитвы читать? А как ему помочь там человеку? Молитвами. Только молитвами. Вы защитные молитвы читаете, и Бог его или успокаивает, или наказывает, в зависимости от ситуации. Вы как бы просто защищаетесь молитвой. Бог или наказывает его, или успокаивает. То и другое хорошо. Да. Если он не прав. Если вы не правы, то он будет на вас удар идти. А если... А если... А если... Тогда маленький, чтобы понять, кто не прав. Может, и я почувствовал ситуацию, поэтому я им ответил на ваши вопросы. Скажите, расскажите, что он посудал, что он не ездит врача. Ну, да, хорошо. Хорошо. А можно, по-моему, наставник вопрос? Нет, мы начинаем лекцию уже. Начнем лекцию с вопроса от мужчины. Это важный вопрос. Я ничего здесь не считаю. Я просто... Вопрос такой. Что вы считаете целью жизни, главной целью жизни человека? Я отвечал на этот вопрос на первой лекции. И говорил, что... Я считаю, что главная цель жизни человека, любого человека, это понять свою духовную природу, понять, что есть Бог, и установить свои отношения с Богом. Как только человек достигает этой цели, все остальные цели сразу же немедленно решаются в его жизни. Потому что он достигает своей такой чистоты понимания вещей, что эта чистота, она дальше дает ему знание, как жить в этом мире. То есть все вопросы, предназначения другие решаются естественным образом у того человека, который понимает свое самое главное предназначение. Самое главное предназначение. Поэтому человек должен смело, как бы можно больше времени в своей жизни, уделять духовной практике. В какой духовной практике, которая уже сидит в сердце? Ничего менять не надо. У каждого человека есть сердце понимания, которое родилось из его культуры, из его традиции, из его жизни. Это понимание надо углублять, не надо прыгать никуда. Если понимания нет совсем, вы не получили его, ищите, изучайте. Очень быстро вы найдете тоже. Это не так сложно, на самом деле. Большинство людей быстро находят свою культуру духовную и идут этим путем. Вы удовлетворены мои ответы? Спасибо. Итак, мы сегодня поговорим о трудностях, трудностях понимания себя предназначения человека. Первая трудность заключается в том, что некоторые люди путают вот эти вот классификации. То есть, смотрите, есть классификация холерики, сангвиники, меланхолики, климатики, да? Эта классификация относится к деятельности чувств. Это никак не связано с предназначением человека. Предназначение человека – это деятельность разума. Я вам четыре категории разума описал, да? То есть, есть определенная категория разума, и она дает человеку что? Возможность жить с пользой для общества и с пользой для своей судьбы одновременно. Здесь наступает гармония. Если человек развитый, понимаете, если человек развился правильно, он делает пользу для своей судьбы, своей работой, он развивается, прогрессирует как личность. И при этом он совершает пользу для общества. И его материальное положение также потихоньку возрастает. Все вместе улучшается благодаря правильному выбору. Но как осуществляется правильный выбор? При правильном выборе сначала человеку тяжело жить, а потом он развивается как личность, и ему становится легко жить со временем. При неправильном выборе сначала человеку легко жить, потому что он выбирает деньги. Он находит, где легко деньги зарабатывать, а не где приносить пользу и делать то, что ему нравится. Это разные вещи. Пытается понять, цели разные совершенно. Потому что предназначение человека стоит на более высоком уровне, чем зарабатывание денег. Это разные цели. Выбор предназначения – это жизненно важная цель, а зарабатывание денег – это важная цель в жизни. Когда человек выбирает важную цель, а не жизненно важную, в результате он продается, понимаете? Он продается на деньги. Представьте, он как личность не развивается. Ну, допустим, человек по природе преподаватель. Много денег не заработаешь. Так? Вот. Но ему предлагают хороший бизнес – торговлю. Он идет в торговлю, а природа его – преподавать. Что получается? Деньги есть, счастья нет. Бреды говорят – человек должен выбрать счастье. Счастье в труде. Потому что, когда он выбирает постепенно, он повышает свой статус в обществе. И этот статус ему дает также возможность зарабатывать деньги. Например, человек хорошо развился как преподаватель, не скупился в этом плане, не торговался с судьбой. Он занимает достаточно высокий статус в обществе. И в результате он параллельно может организовать какую-то деятельность, которая будет давать ему деньги. Все. Это само собой происходит естественным образом. Есть статус – есть возможность. Но сначала человек не должен поддаваться на эту провокацию. Есть другие варианты. Человек совсем не развился, как, допустим, преподаватель. Он совсем не развился, но это его природа – преподаватель. Это значит, что он должен работать там, где ему платят деньги. Потому что бывает так, что человек вообще не может своей деятельностью, которую он должен совершать в жизни, заработать себе на жизнь. Это значит, что он должен работать там, где ему есть возможность кормить семью и себя. И в свободное время заниматься самосовершенствованием, чтобы раскрыть свою природу глубже, чтобы повысить свое предназначение, свой статус внутренний. Понимаете? Вот так, допустим, моя природа – заниматься вот этой деятельностью, которой я сейчас занимаюсь. Но до этого я был там дворником, сторожем там, кем угодно. Для чего? Для того, чтобы учиться, иметь какие-то средства на жизнь и развиваться как личность. Таков путь у человека в жизни. Он берет какую-то деятельность, потому что ему надо просто как-то содержать себя, своих близких, и дальше развиваться как личность. Для женщины путь другой. Она, если есть возможность жить с родителями, она живет с родителями. Если есть муж, она живет с мужем. И дает возможность развиваться мужу. А сама старается развивать семью. Означает ближе к детям, ближе к зачатию детей, ближе к тому, чтобы кормить мужа, ухаживать за ним, заботиться. Заботиться о детях, о родственниках, обо всех, кто вокруг. И если при этом есть еще возможность трудиться внутренне, то трудиться, значит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова